В мае муниципальный центр управления Самары принял в работу более 8,5 тысяч сообщений горожан, говорится в телеграм-канале городской администрации. Сообщения поступают из различных источников. Обращения граждан, единая дежурная диспетчерская служба, современные системы обратной связи, инцидент менеджмент и госуслуги решаем вместе. МЦУ находится в прямом взаимодействии с Центром управления регионом Самарской области. В муниципальном центре управления работают все администрации внутригородских районов и профильные департаменты, муниципальные предприятия и подведомственные учреждения. Для оперативного реагирования ведется взаимодействие с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. В Самаре для отдельных категорий граждан действует услуга «Социальное такси», сообщают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В рамках данной услуги осуществляется перевозка, маломобильных граждан, к социально значимым объектам общественного значения посредством специализированных легковых автомобилей. Оформить заявку можно по телефону 250-03-50. Глава советского района Вадим Бородин провел очередную встречу с активом проекта «Мой дом», где обсуждались важные вопросы, касающиеся благоустройства, безопасности и жилищно-коммунального хозяйства района. На встрече поделились результатами работы, выполненной в прошлом году, отметив положительные изменения в развитии инфраструктуры. В телеграм-канале советского района рассказали, что все больше жителей становятся активными участниками процесса благоустройства, подают заявки на улучшение окружающей среды. Их поддерживают на уровне власти и помогают реализовывать проекты. Стартовала программа повышения привлекательности государственной и муниципальной службы среди молодежи «Госстарт», информирует в телеграм-канале Самарского района. «Госстарт» — это проект, в котором у каждого участника есть возможность поступить на государственную и муниципальную службу, а также развить свои профессиональные компетенции, получить возможность использовать социальный лифт для своего развития, пройти комплексную программу обучения и кадрового развития и так далее. Подробная информация доступна на официальном сайте проекта «Госстарт.рф» и в социальных сетях.